Доброго дня, уважаемые граждане Республики Астан и граждане, которые хотят переехать в Россию. Как увеличить стаж во время обучения в школе? И как сделать так, чтобы стаж обучения после школы в техникум и институтах включался в трудовой стаж? Смотрите, в соответствии с законом Республики Астан, ищение трудового стажа. Пункт 1. Работа по трудным договорам, оплачиваемым физическим и юридическим лицам. Но все мы помним, что в школьное время мы обязательно работали на сельхозработах. Я в Чемкенте ездил в ЧТСА собирать хлопок, кто-то ездил на картошку и так далее. Все школьники были задействованы. И как вы помните, в сентябре месяце нам выплачивали заработную плату за собранные килограммы, в данном случае хлопка или других сельскохозяйственных вещей. И обратитесь, что у нас происходит. В некоторых трудовых книжках есть такая запись. Но поступляете на работу и общего стажа не имеют. И это проблема, потому что то, что мы работали в школьное время, в стаж не засчитывается. Но если вы найдете подтверждение того, что вы работали и вам выплачивались деньги на основание закона о пенсионном обеспечении. Например, в моей трудовой книжке, да, вот я поступил в Ингушинский районный финансовый отдел в 83-м году. А до этого я учился в техникуме. Учился в техникуме с 80-м по 83-й год. Да, по казахстанскому законодательству техникум войдет. А по российскому не войдет, если я до этого не работал. При этом время работы до поступления в учебное заведение не регламентируется. То есть может быть месяц, может быть неделя, может быть год и так далее. Так вот, если вы найдете подтверждение того, что во время учебы вы работали и вам за это оплачивалось, да, то есть был трудовой стаж в соответствии с законом Республики Азстана о пенсионном обеспечении, да, статья 13, пункт 1, под пункт 1. Это увеличит ваш стаж, пускай на 2-3 месяца. Как вы помните, я вот закончил 8-й класс, значит я работал в 8-й классе, в 7-й, по-моему 6-го класса нас отправляли на сельхозработы. То есть фактически мы работали примерно по месяц, где-то по 2 месяца. Соответственно, вот я где-то примерно могу собрать полгода. Но если я захочу поменять гражданство и буду претендовать на российское пенсионное обеспечение, то в этом случае техникум не войдет до тех пор, пока я не подтвержду то, что до поступления в техникум я работал по уборке сельхозпродукции. Это очень важная вещь. Обратите внимание, вот эти несколько месяцев, 1-2 месяца очень важны. Для кого? Потому что люди, которые выходят на пенсию в Казахстане, и если женщинам не хватает до 98-го года, там 20 мужчинам 25 лет, то вот этот 1 месяц лишает их права на получение хотя бы минимальной пенсии. Это очень важно. А тот, кто меняет гражданство и получает российское законодательство, то вот эти 3 года обучения сразу после школы не войдет в вас трудовой стаж, если только вы не подтвердите работу в школе, в сельхозпредприятиях. Для этого нужно что? Обратиться или в учебные заведения, там где мы обучались, и попросить поднять в архиве, сколько было на чисто зарплаты, взять эту выписку. Или в совхозе, но скорее всего в совхозе это могло не сохраниться, потому что школьники были еще несовершеннолетние, и их привозили в школы в лице уполномоченных лиц и заключили договор, где были приложения студентов, школьников. Как вы помните, на каждого из нас записывали вот эту выполненную норму, да? И по этой норме потом нам начисляли заработные платы. То есть ведомости по начинению зарплаты где-то сохраняются, а по соответствии с законодательством, с ведомостью по начинению зарплаты хранится 75 лет. Значит, где-то следы это есть, и кому-то это может помочь. А у меня на сегодня все. Доброго дня. И помните, что на пенсии жизнь не заканчивается.